Сессию сдадут и поедут работать. У студентов высшего и среднего профессионального образования Курганской области стартовал третий трудовой семестр. История зауральских студенческих отрядов начала свой отчет почти 50 лет назад. С каждым годом все больше и больше молодых людей трудятся на значимых строительных объектах, ремонтируют дороги, обслуживают железнодорожные перевозки и воспитывают детей в оздоровительных лагерях. Те, кто хочет заработать денег, кто живет такой яркой, интересной жизнью, они приходят к нам сами. Строительные отряды в среднем у нас зарабатывают от 25 тысяч в месяц заработная плата на территории Ямал-Ненецкого, Ханты-Мансийских автономных округов. Проводники порядка 12 тысяч рублей. Сервисные отряды, они узнают, едут больше отдохнуть. Проводники зарабатывают чуть меньше, а вот зарплата представителей новых сервисных отрядов всего по 5 тысяч. Зато работают последние на юге. Да и как работают? Скорее отдыхают, шутят студенты. Нас ждет Ямал, как обычно, и большая часть строительных отрядов будет работать на территории Ямала. Ну и, конечно же, для нас очень важно то, что в этом году мы опять являемся, наши студенты КГУ являются членами сводного отряда Ермак Уральского федерального округа. Надеемся, что летняя компания трудовая у нас пройдет успешно. С открытием трудового сезона в торжественной обстановке молодежь поздравили представителей правительства области, молодежной общественной организации Курганский областной студенческий отряд, а также сотрудники Главного управления образования. Правительство Курганской области, губернатор области Олег Алексеевич Богомолов уделяли, уделяют и будут уделять особое внимание студенческим отрядам, поскольку это реальная школа жизни, школа взросления, школа трудовой закалки. В прошлом году более двух тысяч студентов смогли летом поработать с строителями, дорожными рабочими, проводниками и вожатыми. В текущем году в летнем трудовом десанте ожидается пополнение. Юлия Кобылина, Андрей Глазырин, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион-45». Юлия Кобылина, Андрей Глазырин, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион-45». Юлия Кобылина, Андрей Глазырин, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион-45».